Череповецкий молочный комбинат Это были времена, 5-6 лет назад, когда этот объем выпускаемой продукции составлял всего 12 тонн в сутки. То есть вот этот неэффективный менеджмент, который мы видели на примере молочного комбината, у нас есть ряд перерабатывающих предприятий на территории Вологодской области, которые фактически приходится новым руководству, новым собственникам вытаскивать из вот этой финансовой ямы. Успехи уже налицо. То есть мы сегодня видим восстановленные, не просто восстановленные, а увеличенные объемы производства. Сегодня предприятие вышло на объем практически 75-100 тонн в сутки. И готово предприятие наращивать объемы переработки до 250, выводить и в две смены. Есть площади, которые мы сегодня увидели, возможно, к использованию и задействованию под новые инвестпроекты. И сегодня мы с руководством компании посмотрели, что это может быть. И я очень надеюсь, что появится у нас новый резидент территории опережающего социально-экономического развития. И появится новое производство, реализованный инвестиционный проект с новой ассортиментной линейкой витаминизированных продуктов молочных. Это будут и творог, это будут йогурты витаминизированные. Все то, что сейчас очень актуально. Другой вопрос у нас встал уже. Нам не хватает молока. Мы уже вышли с Анжелией Николаевной на руководство Череповецкого района. Вышли уже на крестьянские фермерские хозяйства Череповецкого района. С тем, чтобы выстраивать долгосрочные договорные отношения. Потому что это тоже все было утеряно. Это тоже испорченная репутация прежнего менеджмента. Поэтому я думаю, что здесь у нас все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!